Ну что же, я приветствую всех, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Это прогноз на поединок Доминика Рейса против Яна Блаховича, долгожданный. Ну а перед началом этого ролика, друзья, все, кто смотрит без подписки, если вам зашел данный формат, попрошу подписаться и, если интересно, бахнуть лайк. Ну, а мы начинаем, друзья. Доминик Рейс. Начнем с статистики. 13 боев, 12 побед, 7 нокаутом, 2 сдачи, 3 решения. При одном поражении, одно решение. И все мы прекрасно помним, от кого это поражение. И да, Джон Джонс и по статистике там вел три раунда Доминик Рейс. Ну, в общем, тот, наверное, один из самых спорных боев и обсуждаемых в карьере и Джонса, и Доминика Рейса. То есть, Доминик уверен, что он там выиграл. В принципе, с этими мнениями, естественно, оно имеет право быть. Ну что ж, Ян Блахович. 34 боя, 26 побед, 7 нокаутом, 9 сдачи, 10 решений. 8 поражений, 2 нокаутом, 1 сдачи, 5 решений. Побеждал Люка Рокхолда, с кем встречался из таких прям топов. С Густавсоном Рокхолда выиграл. Густавсону проиграл решение судей. Что можно отметить, друзья? Ну, давайте котировки. Справедливы ли они? 1,35 на Доминика Рейса. И 3, 3, далеко за 3 на Яна Блаховича. Котировки несправедливы. Да, естественно, Доминик Рейс фаворит. Он более молодой, более крепкий, более мастеровитый боец. Давайте будем честны. При всем уважении к Яну Блаховичу, все же возраст имеет огромную роль в таком промоушене, как UFC, друзья. Вот. Друзья, ну давайте поединок Доминика Рейса против... Того же Джона Джонса, вспомним. Друзья, и действительно Доминик Рейс нереально показывал отличную ударку. Просто идеальную защиту от тейкдаунов. И... Друзья, ну я буду честен, наверное, с вами. И все так-то, наверное, Доминик там забрал. Да, Джона отдали только за его бывшие заслуги. Скорее всего, незаслуженную победу. Но, опять-таки, не хочу сильно влезть. Это мнение на скидку. Доминик действительно показал, если бы не отличнейшая держалка Джона Джонса, он бы попросту нокаутировал бы. И все. Вот. Удар очень крепкий, поставленный. Я даже смотрел документальный фильм за Доминика Рейса. И там говорится, что пропорция его тела, то есть строение бойца, оно из самых идеальных, которые подходят для UFC. Вот знаете, друзья, ссылочку, наверное, вряд ли оставлю. Хотя, может быть, и оставлю. В общем, посмотрим. Что касательно Яна Блаховича, друзья. Настоящий ветеран этого промоушена. Когда-то чуть не вылетел из UFC, из-за череды поражений, но потом восстановился и показал нереальные результаты, друзья. Котировки не согласен, конечно. Конечно же, бы самое нормальное было. Там Доминик Рейс 1.6, 1.7. Ян Блахович 2.4, 2.5. Самые такие правильные котировки, друзья. Но буду честен. Доминик Рейс моложе. Доминик Рейс, скажем так, отличная держалка, друзья. Если бы не его держалка, все, Джонс бы пробил бы его. Если бы не его хорошая защита от тейкдаунов и переводов, Джонс бы финишировал его на стиле ринга. Так что, друзья, единственное кардио можно отметить, друзья. Ну, Джонс Джонс это кардиомашина. И там неудивительно, что последние два раунда Доминик был вынужден как бы отдать, да. Он отдал все силы в первые три и посчитал, что он их выиграл. И многие с этим мнением согласны, наверное, в том числе и я. Вот. Друзья, я долго выбирал ставки, что можно предложить самое лучшее, более хорошее. И есть такая ставочка, друзья. При всем моем уважении и заслугам Яна Блаховича, друзья, я рассматриваю этот поединок, наверное, дней пять. Ну, никак я не вижу, за счет чего Ян Блахович может забрать победу. Нокаутом многие говорят. Друзья, ну, у Доминика держалка не хуже, чем у Джонса. И нокаутом его финишировать, ну, может, только ярый панчер. Наверное, такой, как Францист Гану. Вот этот нокаут бы я еще поверил. И то, если бы Доминик не переграл. Но это сильно не будем залазить. Поэтому, выбирая ставки, друзья, я считаю, на 90% Доминик Рейс... Да, друзья, на 90%, вы меня слышали. Уж извиняйте, но я немножко реалист. Это Доминик Рейс нокаутом или по очкам за коэффициент 1,6 на 90%. И если влезть в более риск, Доминик Рейс 4-5 или по очкам за 2,85. Более рискованный. Не более 60 уже процентов. Да, я считаю, что Блахович может и полную дистанцию пройти. И Доминик может забрать даже решением судей. Но я считаю, что бой все так-то затянется. Ну, и последняя ставка. Это Доминик Рейс решением судей. Кеф не смотрел, друзья, извиняйте. Ну, там точно, наверное, по четверку или четыре точно будет. Вот. Ну, и касательно с прогнозом у меня все, друзья. Теперь кое-что хотел с вами рассказать, так сказать. Поделиться. Ну, вот. Те, кто хотел видеть чисто прогноз, можете выходить, друзья. Вот. Это уже чисто для моих подписчиков. В общем, друзья, я вам говорю, что... Извиняюсь. Просто длительное время болею и никак не могу вычухаться. Что я собираю на компьютерах. Вот, друзья. И вчера произошел такой вот инцидент. Поделюсь честно, откровенно, как оно есть. Ничего не скрываю. Насобирал я 30 тысяч. Эти 30 тысяч я раскрутил с 400 рублей. Полтора или два месяца. Честно, не помню, врать не буду. Раскручивал, чтобы раскрутиться, раскрутиться. Насобирал 30 тысяч. Не поверите. Вчера Суперкубок. Бавария-Севилья. Я ставлю 30 тысяч на победу Баварии. Скоро минус один. За коэффициент 1.6. Думал, у немцев идеальная серия. Не проигрывали. Ну и, как вы поняли, все слилось. Я сейчас ни в коем случае не жалуюсь, друзья. Но, да, это было для меня, наверное, всем и многим. Это как такой урок на будущее, что не стоит никогда рисковать всем бюджетом, так сказать, всеми деньгами, что у вас есть, да. Вот, еще что могу сказать за себя. Да, многие из-за себя, конечно, такого не скажут, друзья. Но я признаю то, что не раз я пролеживал, скажем так, в нервных отделениях, проблемы с нервами. И выявили мне диагноз. Называть не буду. Ну, в общем, это немножко неуравновешенность в нервах. И... Еще раз прошу прощения. Просто не могу, задыхаюсь, кашель душит. Извиняюсь, друзья. Выявили такой диагноз, как, в общем, сильнейшее расстройство. И при таком диагнозе, друзья, человек иногда делает необдуманные вещи. И вчера эта необдуманная вещь и произошла, друзья. Да, я слил все 30 тысяч, что я собирал на компьютер. Я поверил. Какой-то у меня эйфория была. Вот я верил, да вот точно, без вариантов. Бавария там, бах, так, так. Такого не произошло. Так что, друзья, вот так вот, вот так вот бывает в жизни. Да, долго копил, собирал. 400 рублей, друзья. Я разговаривал со многими людьми. Многие говорят, да, Колян, такое может у единицы получиться, чтобы там за полтора или два месяца 400 рублей раскрутиться до, скажем так, 30 тысяч. И, к сожалению, все слил, друзья. Так что, вот так. Ну что ж. Не знаю, как дальше. Отчаиваться, ныть не хочу. Просто вот хотел с вами поделиться, что ли, да и все. Вот, друзья, вот такое вот бывает огорчение, расстройство в жизни. Но кто ж мне в этом виноват? Все, что могу сказать, наверное. Ну, наверное, вот такая поучительная история, чтобы, скажем так, многие вот на моем уже личном примере так не поступали больше. Обидно, неприятно, но что поделать. Так что, друзья, вот так и бывает как-то. Ну, в принципе, на этом у меня все, друзья. Если есть возможность поддержать копейкой, чтобы я там имел возможность хоть на свои прогнозы бокс и UFC... Простите, пожалуйста. Душит очень сильно уже. Вот. Был бы очень рад. Ну, у меня на этом все, друзья. До новых встреч, до новых прогнозов. Номер Киви в описании, если у кого есть возможность. Всем добра и удачи, друзья.